МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ученые Хакнияли продолжают фундаментальные гуманитарные исследования в рамках общей темы Хакасия в контексте истории и культуры Южной Сибири и Центральной Азии. Она объединяет все направления деятельности института, в том числе историю, археологию, изыскания в сфере культуры, литературы, языка, а также экономики, социальной сферы и этнопсихологии. Прошедший год мы, наверное, работали несколько лучше, чем предыдущий 2014 год. У нас ежегодно было общее количество изданной продукции 20-22, а в прошлом году мы издали 26 различных сборников, в том числе и монографии, то есть в количественном и качественном соотношении, потому что доля монографии у нас увеличилась почти на 40%. Вот 26 изданных работ. И, конечно, расширение международных связей, которое тоже позитивно сказалось. В частности, в Хакнияли проходили стажировку ученые из других стран. В свою очередь, научные сотрудники института принимали участие в международных конференциях за рубежом. Впервые в Хакасии совместно с коллегами из Японии была проведена международная конференция по древней металлургии. В планах на 2016 год продолжение фундаментальных исследований и укрепление международных научных связей. Хакасский технический институт занимается не только подготовкой квалифицированных инженерных кадров для региона. Преподаватели института проводят также фундаментальные и прикладные научные исследования. В настоящее время Хакасский технический институт стремится стать научно-инновационной площадкой нашего региона и прилежащей территории. В связи с этим научные разработки, которые наши ученые проводят, систематичные и складываются в некие кластеры. Почему кластеры? Потому что не всегда название кластера совпадает с названием кафедры. Вот, например, у нас есть строительный кластер, в который входят не только строители, но и энергетики, но и машиностроители, и экономисты. То есть каждый занимается своим делом. Мы делаем общее дело, какую-то новую научную разработку. В частности, строительный кластер занимается проблемами энергосбережения в жилых домах и производственных объектах, отрабатывается также схема получения современных стройматериалов с использованием промышленных отходов. Кроме того, ученые ХТИ совместно с производственниками занимаются модернизацией отечественных станков. Мы базовые детали, так как они не изнашиваются, берем старых станков и оснащаем их более современными приводами, современной системой ЧПУ. Потом используем современные инструментальные материалы и поддерживаем современные технологии обработки. Современная – это сквозная кат-кам-система, работа напрямую с 3D-моделем. На станках после их модернизации могут работать токари-лифизировщики со средней квалификацией. Участие человека здесь сведено к минимуму. Умные машины делают все сами, только программу для них составляет инженер. Я это все делаю. Чертеж, 3D-модель, потом управляющую программу составляю и устанавливаю на станок. Модернизация станков идеально вписывается в тренд импортозамещения. Ведь такое оборудование обходится в 10 раз дешевле нового, изготовленного за границей. И эти станки не будут простаивать. На них планируют изготавливать высокоточные детали для алюминиевой промышленности. Перспективы как раз за такими инжиниринговыми центрами, мозговым центром которых являются ученые. Сотрудники научно-исследовательского института аграрных проблем Хакасии в прошлом году выполняли не только госзадания в рамках государственной программы Российской Академии Наук. Они работали также по грантам Министерства сельского хозяйства и Министерства образования и науки Хакасии. В прошлом году институт вошел в состав Объединенной Российской Академии Наук. Основные направления и задачи учреждения остались прежними. Это ведение фундаментальных и приоритетных прикладных исследований в засушливой зоне Средней Сибири с целью получения новых знаний и научного обеспечения сельскохозяйственного производства. Одно из важнейших направлений работы института – борьба с деградацией сельскохозяйственных угодий. Хакасия входит в зону рискованного земледелия. 82% пахотных земель, по данным исследователей, подвержены ветровой эрозии. То есть пыльные бури, которые усилились в регионе в связи с недавней распашкой, залежных земель уносят плодородный слой. Институт выиграл грант Минсельхоза на разработку почвозащитной системы земледелия. Пар – это незащищенное поле. Там растительных остатков очень мало. Почва разрушается во время парования. А если рядом посеять зерновую культуру, то вот эта полоса зерновой культуры защищает паровое поле. В минувшем году была разработана подробная схема почвозащитного земледелия для двух хозяйств. В 2016-м такая работа будет продолжена. Как и переходящая из года в год тема – рекультивации техногенно нарушенных земель, то есть отвалов горных пород. Мы разработали совершенно новые технологии, которые дают возможность собрать эти небольшие остатки, такие очаги разрастания и произвести там биологическую рекультивацию на основе использования биологических препаратов. Опытным путем установлено, что наилучшие результаты по рекультивации достигаются, когда породу укладывают валами или кучами высотой до метра. Но, пожалуй, самое высокое достижение показали сотрудники лаборатории скотоводства. Им удалось вывести новый тип гирефордской мясной породы. На это ушло около 10 лет. За 54 года научными сотрудниками по Сибири было выведено три типа. В 2014-м году выведен новый тип «Андриановский» с занесением в государственный реестр племенных достижений 22 октября 2014 года. Телята типа «Андриановский» на 12% быстрее набирают вес по сравнению с базовой породой при одинаковых условиях кормления. Племенных коров нового типа с удовольствием закупают фермеры из других регионов России. Уважаемые коллеги, поздравляем всех вас с профессиональным праздником Днем российской науки, желаем вам новых замечательных открытий и пусть все ваши планы будут востребованы и реализованы. Редактор субтитров А.Семкин